Сегодня депутаты горсовета обсуждают вопрос вывоза и переработки твердых коммунальных отходов. В то время как под их окнами стоит контейнер не на санитарной площадке, а буквально на асфальте. Впрочем, здесь довольно чисто. Такие контейнеры еще надо поискать у частных домов. Установить их в нужных жителям местах – задача мэрии. Исполнителя нашли аж в столице. Обязали подготовить 842 площадки к середине лета. Определен подрядчик, это острый сервис, город Москва. Заключен был договор еще 8 мая 2015 года на обустройство этих площадок. Хочу сказать, отставание большое по исполнению контракта. К сегодняшнему дню подготовили только каждую третью площадку. В итоге по частному сектору до сих пор собирают мусор в черных мешках. Все очень просто. Недоработка, некачественные подрядчики, не нашли места, где разместить эти объекты. Вот и все. Все понятно и с нормами вывоза. Они прописаны еще в советском законодательстве. Забирать мусор при температуре выше плюс 5 каждый день ниже раз в три дня. Пожаловаться на сбои в графике могут горожане. Но куда? Сотрудник Минприроды затрудняется назвать номер. Телефон назовете вашего колл-центра? Сейчас на скидку я не вспомню. Я имею в виду центр мониторинга, который находится у нас на птичьей гавани. Все его знают. Мы, наверное, знаем, но телефон, чтобы если люди обращаются, телефон сказать. Было бы неплохо. Представитель госжилы инспекции предлагает жаловаться с помощью интернета через систему ГИС ЖКХ. 4000 мячей это уже сделали. Но каков результат? С начала года 11 предписаний. Проверок по отношению магнита 17. Результаты проверок. Чем заканчивались? Предписания по устранению нарушений. Сколько еще нужно контейнеров? И в какие дни и часы вывозить мусор? С этими вопросами рекоператор разбирается уже полгода. Конечно, для нас, для меня как директора компании, это прежде всего неисполнение обязательств. Я должен признавать, если это не состоялось, значит это так. И для меня крайне важно, что идет обратная связь, и тогда мы принимаем адекватные меры. Звонить горожанам предлагают на многоканальный номер 35 25 25. Однако многое ли изменила реформа в городе? Как вы планируете организовать раздельный сбор мусора? И вот те контейнерные площадки, которые сейчас вы создаете, не придется ли их переделывать, достраивать, изменять? Предполагается обозначение на контейнерах, на самих неизменениях площадки, а там по цветам разъединяются органические и другой мусор. Разделять мусор на жидкий и твердый начнут только в следующем году. Депутаты признают, что влиять на ход федеральной реформы вряд ли способны, а вот помогать жителям разбираться с проблемами вполне. Итог заседания подводит опытный депутат и бизнесмен, знакомый со сферой отходов. В первую очередь я, конечно, бы обратил внимание на те самые санкционированные свалки. Ну хватит уже, ну хватит тут миндальничать и за кого-то платить деньги, понимаете? Кто-то вываливает, кто-то бросает, а мы все мечи, мы все за это платим. Вот. И, естественно, то, что касается тех же и контейнерных площадок, и того, что должна власть сделать в этой реформе, это тоже мы должны добиваться. Однако у депутатов осталось еще много вопросов. Что делать с полигонами? Где они будут для миллионного города? Как будет вестись рекультивация закрытых? Как будет вестись охрана и производится охрана тех полигонов, которые закрыты? На эти вопросы мэрия и рекоператор ответят уже на заседании комитета в ноябре. Евгений Нефанов и Юрий Дорошенко, Антенна-7.